Человек не подписался. У меня созависимые отношения. Хочу научиться быть счастливой сама по себе. Как это сделать? Выйти из созависимых отношений для начала, испытать чувство ломки, пережить это чувство ломки и стать на один шаг ближе к счастью. Василий спрашивает. Вроде бы знаю основные правила счастливой жизни. Во всех книгах по саморазвитию и психологии одни и те же понятные принципы. Но почему-то так сложно их применять на практике. Почему? Ну я могу сказать про свои правила, которые тоже про это. Потому что я простую ситуацию вам расскажу. У людей несчастливых огромную роль занимает в их психике чувство страха и тревоги. И для того, чтобы выбирать то, что делает тебя счастливым, нужно преодолеть страх и тревогу. Ну например, вам не нравится ваш партнер или ваша работа, но вы боитесь остаться без денег, без крыши над головой и так далее. И вы терпите, потому что вы терпите. Потому что вы боитесь. И вот например, в этой ситуации выбрать быть счастливым, это выбрать себя. Но для этого надо решить еще кучу проблем. А надо на что-то жить. Вам надо найти где-то деньги, на которые вы будете снимать квартиру, я уже не говорю покупать и так далее. И многие люди прогибаются, терпят именно потому, что они чего-то боятся. Ну вот как-то так. Антонина спрашивает. Михаил, я человек по своей природе очень ленивый. Ленивый до такой степени, что все, что в моей жизни было хорошего, это было исключительно из-за лени. То есть мне было очень лень ездить на работу, поэтому я приложила максимум усилий для того, чтобы купить себе машину и не ездить на работу в метро, чтобы облегчить себе жизнь. Потом мне было лень убираться в квартире, поэтому я стала еще больше работать, чтобы донять себе уборщицу. И вот эта лень, она привела меня к тому, что по большому счету я кроме работы ничем больше не занимаюсь, получаю от этого огромное удовольствие. Но все время слышу какие-то разговоры моих родственников о том, что я очень много работаю и непонятно зачем плачу такие большие деньги людям, которые меня обслуживают. Я могу работать в два раза меньше, обслуживать себя сама. Я при этом чувствую себя счастливой именно от того, что я не делаю ту работу, которая мне не нравится. Но в то же время понимаю, что я очень устаю и действительно, наверное, могла бы работать меньше, чтобы не оплачивать все вот эти опции, которые я себе завела. Как вы думаете, нормально ли то, что я вот так надрываюсь, чтобы потом быть счастливой от того, что ничего не делаю? Вы знаете, нормально, потому что вы ведь и не надрываетесь, а ведь работа ваша тоже нравится. Поэтому успокойте родственников. Екатерина спрашивает. Михаил, считаю, что счастье это быть довольной собой, но я постоянно недовольна поступками, словами и так далее. Как это исправить? О, Ирина, да? Екатерина. Екатерина. Во-первых, спасибо за свежую струю в разговоре. Об этом мы еще не говорили. Человек, не принимающий себя, которому в себе что-то не нравится, внешность, возраст, ум и характер, это меньше всего люди на это жалуются, конечно, не может быть счастливым, потому что он сам себе не нравится. И тут интересная ситуация. Если вы хотите быть счастливым, вам придется себя принять таким, какой вы есть. Вы можете на это сказать. Ну, я человек несовершенный, и мне надо для собой работать, для того, чтобы я себя принял. Смотрите, если вы действительно этого хотите, ну, я не знаю, какие-то у вас соображения, типа, 50 раз там на турнике подтянуться, что, с чем недовольны, и что вы хотите получить, я не знаю. То, может быть, в этом есть смысл. Но если вы с собой недовольны, ну, я не знаю, потому что вы недостаточно хороши, вы не знаете в совершенстве английского языка, у вас нет высшего образования. Ну, что иметь еще, и вы из-за этого будете с собой что-то делать, вы только усугубите проблему, потому что вы еще больше увеличите свое несовершенство. Я рекомендую принять себя таким, какой есть, если там нет каких-то патологий, то это вполне нормально. И сказать себе, что выросло, то выросло, меня все устраивает, я это принимаю, я это люблю. И это еще один шаг на пути к счастливому человеку, к счастливой жизни, и без принятия себя, это затруднительно. Инна спрашивает, Михаил, я чувствую себя счастливой, потому что очень люблю и свою работу, и свою семью, и вообще, в принципе, у меня все отлично. Вот что хочу у вас спросить. На работе очень часто ты приходишь с прекрасным настроением, пьешь чашечку кофе, начинаешь заниматься работой, и появляется кто-то из твоих коллег, у которого не очень хорошее настроение, да и, в принципе, может быть, не очень хорошая жизнь. И возникают конфликты, на которые человек реагирует очень-очень странно. То есть, например, я прошу открыть окно, потому что мне душно, и вдруг женщина срывается на ор, потому что ее продует. Я не знаю, зачем она орет, но я вообще-то не обращаю на это внимания, но настроение портится. И хочу вас спросить, что бы вы посоветовали мне и моим коллегам, когда есть такой человек в коллективе, как себя с ним вести? И этому человеку, который не может контролировать свои эмоции и так не гавкать? Ну, человеку, который не может контролировать эмоции, надо сказать, согласно третьему правилу, что вам это не нравится, что он гавкает. Вот. Вы можете превентивно спросить, никто ли тут не собирается сдохнуть от того, что я сейчас окно открою. Типа я хочу вас спросить. Я вежливый. А вообще, конечно, когда вы живете, работаете с людьми, то предполагается, что у них у всех своя жизнь, некоторым из них плохо. И это... А как зовут папа и сын? Сын биолог Илья, да? А папа Александра, фамилия? Калмановский. Калмановский. Вот папа Александр Калмановский сказал хорошую вещь. Он сказал, не человек плохой, а человеку плохо. Золотые слова. То есть, вы попробуйте к этой женщине подойти не смысле, что она такая плохая, а что ей плохо, поэтому она себя так ведет, чтобы ее поведение вас как бы не касалось. Так наоборот, вызвало бы перед сочувствием, а не взаимную агрессию. Как-то так. Ну, вообще, когда вы с людьми имеете дело, предполагается, что они могут говниться, куксятся, у них разные причины, кто-то помер, ПМС, не с той ноги встали, развелся и так далее. И как бы это, ну, это жизнь людей, они же в обществе живут. Не могу почитать имя, то ли я, то ли Жан. Как понять, счастлив ли ты в отношениях с партнером или нет? Может быть, счастье с другим человеком, которого ты не знаешь, было бы более счастливым? Бабки не ходи. Я что хочу сказать? Это, к сожалению, тоже человека делает несчастным мысль о том, что то, что у него есть, он всегда недоволен и думает о том, что если было что-то другое, то было бы лучше. То есть, постоянно человек несчастлив и думает, а вот так был бы счастлив. С другим человеком, в другой работе, в другой квартире, в другой одежде, в другой стране, в другом возрасте. Там, брюнет блондином, синие глаза черными, серые, зелеными. И вот эта постоянная мысль, а вдруг, а сейчас что это такое? А я бы мог больше? Что это вообще? Зависть, жадность. Это то, что делает человека несчастливым. Дарина спрашивает, Михаил, я уже боюсь своих желаний, потому что все мои желания, когда мне казалось, что вот сейчас это исполнится, я буду счастлива, разбиваются, а жизнь? Приведу пример. Когда я была совсем юная, то есть, зарплата в 1000 долларов казалась мне пределом мечтаний. Я вот лежала в ванной и думала, ну вот 1000 долларов-то начну получать и будет просто, ну очень круто. Буду совершенно счастливым человеком. Начинаю получать 1000 долларов, ничего не изменилось. Дальше ситуация развивалась так. Я была замужем и познакомилась, как мне казалось, с любовью моей жизни. Он тоже был женат. Несколько лет, ну таких отношений, когда был и обман в семьях, и мы мечтали о том, что когда-нибудь мы разведемся и съедемся. Жили мы в разных городах. Вот мы развелись и съехались. И казалось, что я должна быть счастлива. Но счастье как бы так, как не пришло, потому что каждому из нас уже в браке друг с другом стало стыдно за то, что мы делали в своих семьях. И так со мной происходит всю жизнь. Поэтому вот это ощущение счастья, оно только как предвкушение, а самого счастья так и нет. Что скажете? Скажу вот что. Начнем, наверное, с первого. Что там у нас было до измен? Я думал, что я заработаю тысячи долларов. Послушайте внимательно. Что можно думать про тысячи долларов? Я вам расскажу. Про тысячи долларов можно думать. Вот я заработаю тысячи долларов и куплю себе кастрюлю с крышечкой. Заработаю тысячи долларов. И батимки себе куплю на резиновом ходу. Но вы не можете считать, что я заработаю тысячи долларов и буду счастлив. На долларах даже ничего про счастье не сказано. Там сколько бумажку не верти, от этого счастливее не станешь. Может и даже съесть ее, тоже ничего не даст. Поэтому сказать, что я, например, приготовила суп, чтобы быть счастливой, примерно так же выглядит. Не надо зарабатывать 1000 долларов в расчете на счастье. 1000 долларов можно зарабатывать в расчете на покупке чего-либо, что вы хотите. Ну, за счет инфляции понятно, что, видимо, потом это уже не 1000 долларов стало. Гораздо меньше. По поводу ваших отношений с мужчиной. Вы вышли замуж, судя по тому, что вы нашли свою любовь, с мужем вы ее не нашли. Вопрос первый. Нафиг вы с ним жили? Как бы продолжая плодить свое несчастье. Вопрос второй. Если вы нашли свою любовь, свою жизнь, ничего, вы не съехались. Почему вот это типа я обманывал, он обманывал, шли годы. Они съехались, они поженились. Не-не-не, они сначала жили. Ну вот. Люди, которые хотят быть счастливы, живут как счастливые люди. Они не боятся. Конечно, вы сейчас, как большинство женщин ЦССР, прикроетесь с детьми. Скажете, Михаил, вам легко рассуждать. А как же мои дети? Но счастливые люди не являются заложниками детей. Тоже сейчас меня... Вот тут у нас уже были письма, обвиняют в том, что я эгоистический сволочь. Может быть, кстати. Я не исключаю. Василий спрашивает. Все говорят, что для счастья нужно делать то, что нравится. Особенно это касается основной деятельности. А если ты 30 годам так и не понял, что же ты хочешь и что это за деятельность? Как быть? Пробовать все подряд? Так, Василий, спасибо. Пробовать все подряд вы вспотеете пробовать и не надо. Предлагаю вам следующий рецепт. Многие люди не могут быть счастливы, потому что реально не знают, как они хотят жить. Они привыкли жить так, как родители им в свое время наказ давали и как они жили, собственно, раньше. Если вы хотите поднять, что вы хотите, вам надо перестать автоматически делать то, что вы делали. Вам надо перезагрузиться полностью. И каждый день спрашивают. Я вот обычно как рассказываю. Утром встали, спросите, что вы хотите на завтрак. Нашли то, что вы хотите на завтрак дома, съели. Не нашли, нашли в ресторане. А сейчас я предлагаю вам другой вариант. Утром встали и спросили, что вы вообще хотите. Почему сразу завтрак, а вообще вставать хотите, а вы на работу хотите, а что вы хотите. Вот начните с этих вещей. Вам, конечно, станет страшно, потому что люди, которые живут нелюбимой жизнью, не своей жизнью, первое, что они хотят, ничего не делать, например, валяться на диване. У них, как бы сказать, происходит защитная реакция от той жизни, которую они не любили. Давайте еще раз медленно. Вот вы типа впроголодь жили, вам, конечно, хочется нажраться. Вы жили той жизнью, которая не ваша, которая вам не нравилась. Вы в ней страдали. Вопрос первый, что вы захотите. Ответ правильный, ничего. И многие этого не понимают. И говорят, Михаил, если я буду делать то, что я хочу, то я делать не буду ничего. А жить я буду на что? А на что я буду кормить детей? Объясняю. Вот это ничего. Это первая реакция от того, что вы устали жить другой жизнью. Которая, конечно же, пройдет. И дальше вы будете чем-то любимым заниматься. Так оно и должно быть. Но страх того, что я не знаю, как жить по-другому, а как плохо жить, я в курсе, то вы часто ничего не меняете. Начнете менять, начнете понимать свои желания, будет вам счастье. Елена спрашивает. Михаил, как быть, когда люди манипулируют, умстят за стремление к счастью и свободе? Я не сдаюсь. Ну, я вам желаю успехов. Я вам хочу сказать, что у меня есть два человека, которых я лично знаю, с которыми у меня были дружеские отношения, которые не выдержали того, что я стал и счастливым, и успешным. И, ну, как бы они там пытаются, конечно, общаться, но прямо видно слезу в глазах. Просто им тяжело. При том, они сами люди там не бедные, не обделенные. Но, вот, как говорится, друг познается в беде. Оказывается, что вот когда ты благополучен, а с учетом того, что раньше я был вообще, я бы сказал, больной на всю голову, и не совсем адекватной, то тут есть чем сравнивать. И вот двое из моих знакомых просто, я бы сказал, не выдержали и поплыли. Но грустно, конечно, но вот так. Алена спрашивает, Михаил, я не могу продраться к счастью через усталость. Люблю работу безумную, очень ей увлечена. Увлечена своей семьей. То есть, в общем, у меня все здорово. Но, правда, так устаю, что ощущение счастья у меня бывает, например, только с утра, а счастье было вечером. Что скажете? Я вам скажу, что я догадываюсь, почему вы так живете. Есть очень многие люди, которые гиперактивны. То есть, они, ну, как бы все им нравится, да, и работа, и семья, но нету времени в сутках, нету как бы самой жизни, потому что все идет бегом. Что это вообще за история? Это, к сожалению, тревога. И человек несчастлив не потому, что у него времени не хватает, а именно из-за тревожности. Почему я сюда вставляю тревогу? Потому что такие люди не могут расслабиться и не могут просто, ну, я не знаю, созерцать в окно деревьях, потому что их сразу накрывает волна тревоги. И тогда они начинают очень быстро перебирать лапами, и тогда у них не хватает времени ни на что. Но в тот момент, когда они активно задействованы, они себя чувствуют счастливо, в том смысле, что их не настигает чувство страха и тревоги. Но стоит им остановиться, вот взять вашу ситуацию. Вот вы идете к психологу, говорит, доктор, извините, психолог не доктор, говорит, психолог. Вот такая у меня проблема. Есть работа, есть семья, все люблю, и отдаю себя полностью, и работе, и семье. Вот некогда быть счастливой. И вам психолог говорит, а вы можете немножко это самое, оборот, избавить. Вы тут же ему говорите, не, но если я буду меньше работать, денег будет меньше, а там дети, там надо их кормить. То есть каждый раз вы будете цепляться за что-то. А хорошо, а вы можете домой прийти, отдохнуть? Не, ну вы, чередите, меня ждали целый день, чтобы я отдыхал, я должна их развлекать. То есть каждый раз невротик придумает еще какую-то причину, почему он не может ничего не делать. Тут деньги, там дети, и так далее. Реальная причина тревога.